Приветствую, друзья, на канале Краа Саут Лаварс. Сегодня видео у нас будет обзор на довольно-таки интересный дробовик Аратрон. В общем-то, у нас сегодня будет три крафтеца. Первый крафтец у нас довольно-таки популярный на Джанаби и трёх Аратронах. Второй крафтец у нас экспериментальный на кокпите и гермесах. И последний крафт, ну, по сути, это малоумная версия вот этого крафта. Ну, а начнём мы именно с этой машины. Давайте её соберём, а потом поедем в бой. К нам подключились наши подписчики. Если вы, может быть, хотите со мной пообщаться, просто поездить, заходите в наш Дискорд-сервер. Ссылочка есть в описании. Ну, можете даже в личку мне написать в красауте. Я тоже всем стараюсь отвечать. Если будет свободное время, я с вами даже покатаю. Так, пацаны, давайте сейчас пока по Аратрону поговорим. Весьма интересно у них механика. Вблизь они вообще, можно сказать, так, не стреляют. Они стреляют только на средней дистанции. Надо вот так вот держаться постоянно. Но если вот так вот, в принципе, приловчиться, то получается неплохо. Держи. Так, урон вообще мне нравится. Есть, добили. Хорошо, одного я уделил. Для первого боя, думаю, неплохо. Так, кто у нас ещё будет? Ну-ка. Кто следующий, скажите, пожалуйста. Кто-то Скорпом завалил кого-то. Понятно. Никого нету. Где-то они всё на нашей базе тусуются. Я не вижу где. Пацаны. О, паньки блокчейны. Здорово. А вот их и раз, кстати. На блокчейнах. Даже на такой дистанции. Держи. Бисховера покатаешь. Вот я вблизь приехал. Урон не особо большой. Чуть-чуть. Блин. Я не попал с дробаша, прикиньте. Ох ты, смотри. Два Аратрона мне сбил. Молодец. Сейчас по хуэру тебе всё уделали. Конечно, я тут накосячил немножечко. У нас победа. И у меня 991 очко за бой. И второе... Ой, точнее, первое место по команде. Погнали в следующий бой. Первое место мы уже заняли. Правда, до МВПшечки чуть-чуть не дотянули. Но начало положено. В принципе, я думаю, у нас сейчас всё получится. Давайте, с ДМВПшку. Замахнёмся. О, давайте. Бота. В качестве подопытного сейчас будем использовать. Я хоть пойму, какая оптимальная дальность для Адрона. Ой, какого Адрона? Ха-ха-ха. Аратрона. Вот такие похожие названия. Давай, до свидания, Даниэль. Итальяна. Так. Ой, извини. Да ну давайте. Рискну я, так сказать. Попробую сюда заехать. Хотя... Мне, может быть, сейчас прилетит Хазнатно. Потому что в упор у меня урон не особо крутой. Вообще для меня нонсенс стрелять специально издалека на дробовики. Обычно сейчас надо специально приезжать на дробовище поближе, чтобы больше урон был. Здесь же нифига. Но что-то новое всегда интересно. Поэтому попробуем. Давай, выезжай. Выезжай, чувак. Там толпа. Я боюсь лезть. Вот надо чуть-чуть ближе. Я боюсь ехать к нему. Так. Давай. Вот так вот. Сейчас уже застреливаем. Во-во-во. Давай спрыгивай, чувак. Спрыгивай. Я его по карте вижу. Нет, он не решился за раз. Но я к нему тогда сам в гости приеду. Стоять, Эдвард. Куда ты полетел? Полетел. Так, что-то я запинаюсь. Давайте. До свидания. С этого выстрела прям снимаем отсюда. Давай, давай, давай. О, ты снизу? Я думал сверху. Блин. Отстань от меня, я сказал. Так, хорошо. Живем. Мы же троих уделали. Нифига себе, как-то я даже и не заметил. Так, Эдвард сейчас четвертый, походу, будет. Так, пока не буду бота трогать. Вот этого надо валить срочно. Ай. Мельники разбирают. Конечно, знатно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пацаны. Пацаны, пацаны. Я понял, что вы грозные. К союзам отходим, отступаем. Пусть сами вылазят. Потому что сейчас меня завалят просто в одиночку. Пацаны. Живем. Так, патроны там у кого-то закончились. Блин. Прикольно. Так. Пацаны, я здесь. Давайте поближе, 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 поближе. Там еще Юнван у него. Офигеть. Так, я слева попробую здесь вот объехать. Давайте. Чувак, живи, пожалуйста. Я изначально должен был сюда ехать. Только я накосячил, как всегда. Так. Мы здесь еще. Фига там чувак всех порвал. Молодец. Где? Ах ты, зараза. Ботяра. Или нет? Это не ботяра. Виртуоз. Без колес будешь. Все, хватит. Хе-хе. Все. До свидания. Блин. Неудачно. Так, давай еще раз. Неудачно. И последний выстрел. Давай. Да что ж такое? Какой ты бессмертный. Слушай. Что он мне завалил? Прикиньте. Вот как так можно было накосячить? Его можно было по 10 раз завалить. Вот как? Ну, как видите, легко. Так, давайте, пацаны. Один раз его надо грохнуть. О, красавчик. Вот правильное решение. Слушай, чувак. Правильное. У нас МВП, победа. Если я даже накосячил, смотрите, у нас МВПшечка. И 1629 очков за бой. Погнали в следующий бой. После этого боя мы поменяем наш крафтец на экспериментальный, где у нас уже будет стоять Гермесы и Кокпит. Я думаю, это зачитание будет интересное. Просто потому, что на Аэротронах нужно держать постоянно дистанцию. И Гермесы нам, в принципе, в этом помогут. Еще плюсом будут бустить урон. Ну, давайте попробуем кого-нибудь завалить. По крайней мере, в прошлом бою мы заняли уже МВПшечку. Хотя я там сколько косяков сделал. Давайте. О, только они толпой едут. Это не очень классно. Пацаны, мне нужно выцелить. О, идеальная мишень. Здорово. Так. Надо, даже меня особо не куцнул. Ой. Они за мной выехали. Здорово. Это вам подарочек небольшой. Союз, давай, уделаем его. Фига, у меня все разлетелось. Вот это у тебя классный крафт, конечно. Ладно. Фига, у нас тут кавказчик. О, еще один. Собрат по разному. Только он что-то собрал странное. Немножко наоборот. Крафт он собрал, конечно. Но идея, конечно, интересная тоже. Так, завалили. Аратрон, аратрон, а не друг. Давайте попробуем еще кому-нибудь подбить. А тут два человека всего осталось. Как-то союзы их хорошо покрошили. А ну, стоять. Стоять. На кавказах своих тут катает. О, а вот близко ты подъехал. Это не очень классно. А я вот так могу. И все. И все. И больше ничего не могут кавказы сделать. У нас победа. И 941 очко за бой. МВПшечка не получилось. Но тут прям союз как-то стрелял хорошо. Да и я не успел особо пострелять. Ладно, давайте теперь возьмем экспериментальный крафт. Погнали его собирать. А потом поедем в бой. Ну, погнали смотреть, как себя отыгрывает Аратрон на данном крафте. Этот крафт получился довольно-таки, ну, не бронированный, можно сказать. Зато он пободрее. И динамика у него разгона гораздо лучше. Здесь, кстати, он едет быстрее даже без ускорителей. Потому что у нас здесь стоит кокпит. Ну, и сам крафт легче. Еще раз повторюсь. Давайте еще подрубим гермесы. И крафт вообще топит хорошо. Давайте Афокашера пока. А, уже не Афокашера. Блин, я еще и промазал. Ну, стоять. Куда ты поехал? Где ты там? Пацаны, догоняем. Ага, вижу. Все. Блин, пустите меня. 65. Слишком далеко. Надо ближе подбираться. Так. Вот все идеально для Аратронов. Давай. Давай, давай, чувак. Ты главное не уезжай. Я ему уже все сзади подстрелил. Так. Да что ж такое? Это неудачно. Опять заехал. О, привет. Слушай, вот это не очень было прикольно. Так. Давай. Что-то я пока что не могу на этом крафте нормально играть. У меня все как-то через одно место получается. Да что ж мы все друг друга так пытаемся грохнуть. У меня там что-то горит. Стоять. Чувак. Стой, 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 стой. Здорово. Все, разлетелся. Ну, вот из-за этого, наверное, сейчас мне МВП и сделают. И по второе место, потому что взрыв был. Так, пацаны, мне нужно уезжать. Слишком много. Еще и ракеты в меня летят. А, это тромбоны. Ну, тромбоны, ладно. Так, надо удирать как-то вообще за ними. Просто их дофига. Не успеваю за ними. Так. Стоять. Вот на одного вообще идеально нацеливаться. А вот когда их толпа, ну, уже не прикольно. За каждым следить. Давай, взрывайся уже. Так. Хорошо. Где у нас там еще последний остался? Вот он. Так, так, так. Чувак. Давай, отлетает. Есть МВПшечку все-таки дали мне. Ну, такой достаточно сложный бой был. Обкаточный. Но все равно мы МВП получили. 1549 очков у нас. Погнали в следующий бой. Ну, что я скажу по крафту. Крафт весьма неплохой. Мне понравилось кататься. Но не хватает крочки. Когда снимает парочку деталей, он просто начинает заваливаться от отдачи. Поэтому я бы навешал хотя бы чуть-чуть, но брони. А так, в целом, задумка неплохая. Так, ну, поехали. Так. Пацаны, хватит тут закидывать испопелители свои. Вот такие хитрые вообще. Смотрите-ка. Что это? Это не поддается моим просто автосборочным колхозам. Это что-то с чем-то. Это еще лучше. Что-то странное. Ладно, давайте. О! Смотрите, кто тут. Что это? Это Милик на максималках? Что он хотел этим сказать? У него еще и горыны стоят. Ох, нифига. У него пил нету. Я думал, там пилы стоят. У него просто горыны еще. А, нифига фортуна. Смотрите, сверху. Что это за крафты такие? Куда я попал? Это ОМ-8К, если что. Я повторюсь. Что такое сегодня? Так, у нас там три человека. Нет, там вся команда. Фига на нашего там накинулись. Пацаны, давайте в атаку. Ни одному-то лезть вообще не вариант. Надо заагрить какого-то чувака. Давай. Пильщика надо забирать срочно. На, ага. Фиг тебе. Хитрый такой. О! А вот это уже серьезное заявление. Чикавказец. Вот я про что и говорил. Единственное, что меня в этом крафте напрягает, то, что он переворачивается. Здорово. Все, меня они сейчас завалят. Давай, добить. Добил его. Есть. Так, я еще выжил, прикиньте. Так, пацаны. Я, может, еще чуть-чуть повоюю даже. Ну, все, нет. Вороны меня разберут тупо. Уворачиваемся в кунг-фу панда. Давай. Опа. Я еще и до колеса встал, прикиньте. Ну, все, у меня перегрев. Сейчас взорвут меня. Как я выжил, я не понимаю. Вообще, это ускорители спасли. Ну, давайте, пацаны. Добивайте уже меня. Ой, здорово. Так. Ах ты, зараза. Смотрите, он отбил меня все ускорители. Не, ну. Ты вообще косой, конечно, чувак. Он меня даже и не взорвал. Я взорвал сам себя. Прикольный бой, конечно. Вот то, что я перевернулся в конце, это было печально. Просто фатальная вот такая вот ошибка. Но, тем не менее, у нас первое место. 1019 очков за бой. Хороший результат. Погнали в следующий бой. Вот эта карта удачная. Она большая. Я думаю, здесь мы неплохо постреляем. Что сегодня за день такой, пацаны? Скажите мне, пожалуйста, что я... Куда я попал? Что за автосборочный день? Так. Поехали. Что-то у нас тут на юнване кто-то катает. Давайте. В качестве поддержки я буду кататься. Держи. Так, кокпит прожимаю. Все хорошо. Держи. Кстати, многие писали, что у меня есть болезнь не нажимать кокпит, когда надо. Да, я знаю. Классная болезнь, спешите. Нажимаю всегда. Не когда надо. Так, пацаны. Давайте вы тут это разберетесь. Быстрее. А то тут команда целая едет. Давайте. Ну, кокпит когда еще... Я подрубаю, когда именно, то стреляет вообще классно. Когда я не подрубаю, ну, хорошо стреляет. Так. Слишком далеко, уже надо ближе. Так. Давай 600. Вот сейчас видно буст. Сейчас я хоть начал кокпит прожимать хорошо. Давайте. Чувак, отстань от меня. Еще вот этот на мельниках. Его тоже надо разбирать потихонечку. Привет, привет. Слушайте, а дроны как-то я заметил, люди не так сильно воспринимают, как, допустим, какого-то другого дробовода. Да, какой-то чувак едет, но психически как-то я не знаю, что это воспринимается как не такое, а какое-то серьезное оружие. Я не знаю почему, но смотрите, что у меня получается по очкам. Ну, куда ж я поеду-то, а? Вот идеальный бой. Идеальный. Ну, куда ж мы? Мы же лоерсы. Надо фишку свою сделать. Гениальную. Здорово! Вы еще и опять перевернулись, да? Классно, что. Пацаны, давайте я послату с ним поеду. Да, МВП мне дали, наконец-то, дураку на голову. Так, у нас 1714 очков за бой, дофига нашивок. В общем, сколько можно косяков делаешь, все равно вы занимаешь МВП. Видите, я катаюсь не на самом лучшем крафте. Брони здесь немного, но у меня получается занятие МВП. Это все хорошо. Давайте теперь возьмем вот такой крафтец. На Торерке у нас будет повышенная точность. Давайте его соберем, а потом поедем в бой. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Вот, блин. Постоянно мне сегодня еще и союзы мешают. Что за день такой? Я попасть уже не могу. Скажите, пожалуйста, что такое? Да... Что происходит? Давайте хоть начнем нормально играть. Какой-то трэш происходит. Давайте стреляем. Вот он встал. Я не знаю почему, но я уже попадать перестаю. Начинаю тупить, начинаю штабризаться в союзов, которые стоят на месте. Какой-то сегодня странный день, не знаю почему, но... После стрима у меня происходит какая-то жесть. Так, где у нас еще два человека? Но здесь им выпущечки точно не будет, потому что видите, что сейчас в начале боя было. Так, фига себе там нашего союза уделали. Ну, поехали. Зачуптур, что ли, там летит? Или что это? Ха-ха! Они там в догонялки играют. Здорово. Давай, до свидания. Забили. Так, где следующий? Где еще клиентик? А последнего не видно. Сейчас он стопудово взорвет сам и все. Так, ищем. Чувак, выходи. Выходи, подлый трус. Ха-ха-ха. Не хочет. Ну, поехали на базу. Если захочет, сам фрейд. О, они не стреляются. Сейчас поможем. Так, привет. Кто-то пишет. Привет, привет всем. Здорово. По кабине 552. Только что было. Я свалился. Давайте поможем. Все. Они сами справились. Молодцы. Союзы. Победа. И у нас... 691 очко за бой. И четвертое место по команде. Весьма странный бой, конечно, получился. Но... Нормально. Поехали в следующий бой. Все. Нужно собраться. Перестать тупить. И затащить. Давайте. Давно МВПшек не было. Тупизм начался у меня. Погнали. Режим профессионала включен. Давайте. У нас тут что-то группа мельников. Я так понимаю. Очень много под вечер их стало. Не знаю, почему. Заметил в обед. Мельников мало. Когда вечерок. Тумельников просто тьма. Дофига их. Просто тьма тьмущая. Я не знаю. Возможно, все просто, кто играет вечером, купили боевую пропуск. А те, кто играет в обед, типа не купили. Да? Странная закономерность. О-о-о. Паньки. Смотрите, кого я вижу. Здорово. Слушай, чувак. Давай на тот свет сразу. Улетишь. Улетишь. Или не улетишь. Отлетишь. Все. Отлетел. Хорошо. Все равно я не попадаю почему-то иногда. Не знаю почему. Вроде цель из чувака, а попадаю вообще в другое место. Ну, видимо, такая механика аэротрона. Вот это тебя разорвало, конечно. Держи. 22 урона. Прикольно. Вот опять же, он сейчас не попал почему-то. Так, подходим и стреляем. 150. Не всегда получается в центре именно стрелять этого дробаша. Я не знаю почему. Так. Где у нас? Ага, на базе где-то был только что. Вот он. Держи. 209. Мало урона. Так, стой, стой, стой. Ускоро стоит. Да что ж ты, союз-то, врезался-то, а? Ну, ладно. Сейчас догоним мы его. Ничего страшного. Ну-ка, стой. Мы уже догнали. Победа у нас. И? Что по очкам? 1238 очков. И второе место по команде. Погнали в последний бой. Ну, погнали. Кстати, вот еще кто-то на аэротронах катает. Сейчас это оружие активно прям... Пишет еще то, что оружие не очень, но катает на нем. Классное мнение, конечно. Ну, вот сейчас оружие почему-то стало достаточно популярным. Много на нем кто-то катает. Это все почему-то начали, ну, даже мне, вот, ютуберам советовать именно аэротроны. Я не знаю почему. Но сейчас это реально всем заходит. Раньше, типа, не могло. Я не знаю. Именно сейчас идет популярность аэротрона. С чем это связано? Я не знаю. Кто-то посоветовал, кому-то понравилось. И так, по цепной реакции. Так. Давайте мельника сразу уничтожаем. Союзок, потому что мельники сейчас просто заполонили весь рандом. Так. Портуна не очень приятно. Бочину себе получить. Ага. Я, как понимаю, еще котики всякие. Это в группе у нас катают. И что стоит-то хоть. Стопудово мельники. И, блин, ваны какие-нибудь. Вот это уже все. Это печаль дыда. Меня раскигачили. Ну, вот, смотрите. Что я скажу. То есть, на средней, если ты не будешь, как овощ, как я, ехать в упор. Как на обычных дробовиках обычно делают. То есть, после обычных дробовиков это какой-то нонсенс. Это непривычно. А этот постоянно сливы будут. А вот если привыкнуть и к себе не подпускать, то да. Аротрон вообще тащит. Мне он очень сильно нравится. Но, блин. Когда к тебе кто-то приезжает, без разницы, какое бы было оружие, тебя валят все равно. Потому что урон в упор вообще никак пущий. Там с трех аротронов даже сотки урона не получается. Поэтому я что скажу. Это оружие подойдет для тех... Смотрите, я вообще ничего не стрелял. Просто подъехал в упор Юнван. Все. Я ничего не могу сделать. То есть, это оружие подойдет для тех, кто такой на средней дистанции любит держаться. Не любит приезжать прям в упор. Но и не надо уезжать слишком далеко. Тут такая грань есть. То есть, надо именно на средней дистанции. Чуть дальше урона нет. Близко урона нет. Только на средней дистанции. Если вы сможете приловчиться, привыкнуть, то вы будете хорошо катать. Видите, что у меня получаются постоянно какие-то МВП, первые места вообще в легкую. Все взрываются очень хорошо. Но это далеко не всегда. Видите, вот так вот бывает подлавливают в хамелеоне. И все. Кранты тебе, ты ничего сделать не можешь. В общем, вот такое это оружие. Пишите в комментарии, как вам оно. Ну, а на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ